Вы никогда не задумывались, почему так популярна ретро-музыка? Да потому что для многих какие-то знаковые события жизни ассоциируются с определенной мелодией. Вот, например, известная шведская группа 80-х Secret Service. Уже после выхода первого альбома она стала второй после Абба популярнейшей группой мира. И ее самая известная композиция Flash in the Night звучала, пожалуй, на всех дискотеках мира, в том числе в Советском Союзе. Тогда мы мало что знали о музыкантах, предлагаю сделать это сегодня. Вспомнить юность, ну а юным позавидовать тем, кто слушал хорошую музыку в старые добрые времена. Поскольку они все-таки секретная служба, то, очевидно, узнать какие-либо секреты будет достаточно сложно. Что мне делать, как мне быть? Нет, нет секретов. Мы открыты, как в открытом книге. Никаких секретов. Мы открыты, как открытая книга. Только посмотрите, мы такие невинные ребята. Какие могут быть секреты? Во время российского турне группа поет и на русском языке, в том числе сейчас. Это подарок российскому зрителю? Это желание как-то выучить русский или что-то другое? Нет, нет, нет. Говорят, что мы практически едва знаем, что мы поем. То есть это просто такое дурачество, попытка повеселиться. Ну, кроме этого, Микаэль еще пытается общаться с российским зрителем. Он говорит какие-то фразы на русском языке. Подготовил ли он что-то для самарского зрителя? Может быть, привет Самара или что-то еще? Мы путешествуем уже по России 9 лет. И, конечно, за это время мы понабрались всяких фраз и, конечно, используем их. Надеюсь, только хороших фраз. Мы всегда очень, абсолютно, очень хорошо себя ведем. А все-таки по поводу текстов. Почему максимальное, наверное, исполнение идет на английском языке? Когда мы начинали, да, наверное, и сейчас английский это один из основных языков общения. И наш первый хит, О'Сюзи, он стал хитом номер один в 29 странах. И если он стал таким популярным на английском языке, то почему бы не продолжать? Ну, минуточку. У нас было много хитов в России, хитов группы. Почему тогда нет до сих пор еще альбома на русском языке? Такой сложный. Никогда не знаете, что будет в будущем. Можно ли вспомнить вот этот момент, вот как они почувствовали, что стали знаменитыми? Что произошло? Что изменилось? Я знаменит, правда? Дело в том, что в Швеции я совсем не популярен. У нас есть такое правило, что ты не должен быть лучше твоего соседа. И все живут по этому правилу. Поэтому, когда я выезжаю в другие страны, да, я популярен, но дома я обычный человек. Да, дело в том, что мы стараемся не звездиться, не задирать нос. Наверное, это имелось в виду в фразе «не быть лучше своего соседа». Может быть, поэтому многие шведские группы так популярны. То есть с нами можно поговорить, с нами можно пообщаться. У нас постоянно берут автографы, и мы не задираем носы, и мы не говорим, что мы лучше вас. С вами можно пообщаться, а Мэтт, вот, например, очень немногословный. Он слушающий викинг. Он, кстати, больше всех похож на викинга, по крайней мере, по нашим представлениям этого образа. Кто-то должен быть похож на викинга. А был какой-то киноопыт у Мэтта съемок викингов? Все еще ждет предложения. Когда в 2006 году группа приехала в Россию, какие были ощущения? У нас был перерыв. Мы все музыканты, занимаемся также другими проектами. И у нас был перерыв. И когда мы вернулись, и в Олимпийском увидели эту толпу, которая подпевает вместе с нами, и знает даже слова, наверное, лучше, чем мы сами. Просто можно посмотреть на Ютубе, что у Майкла было просто выражение лица шокирования. Это было удивительно, это было как мечта какая-то. В тот момент, когда мы решили приехать в Россию, мы волновались. Мы не знали, что это на самом деле за страна. И смотрю, мы поедем в Россию, это же, наверное, опасно. И, конечно, такая встреча была очень приятна. Исчезло ли чувство опасности и когда? Абсолютно. Абсолютно. После этого шоу, да, все эти страхи и опасения пропали. То есть теперь мы гастролируем по всей России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Наверное, нету такого города, где бы мы не выступали. Мы просто обожаем Россию. Мы очень любили Россию. Российские зрители отмечают высокое качество звука группы Secret Service. Это какая-то принципиальная позиция петь вживую? Абсолютно. Для нас это, в этом выражается, любовь к музыке. Это наши принципы. Совершенно верно. А вот сейчас Ульф сказал ребятам, звукорежиссерам, что они довольны звуком, если я правильно поняла. То есть насколько многое зависит от принимающей стороны? Абсолютно. Самое главное – это общение. То есть если исполнители и звукорежиссеры работают как одна команда, тогда все срабатывает просто замечательно. Как бы там ни было, мы в России все-таки знаем группу по хитам 80-х. Как определяется, какой процент композиций будет старых ретро-музыки, а сколько все-таки будет музыки новой? Мы знаем, что публике очень нравятся наши хиты из 80-х, поэтому, конечно, мы играем их на каждом концерте. У нас также есть новые альбомы, и, конечно, мы тоже вставляем какие-то композиции из них. Но все-таки, да, мы сами любим наши старые хиты, и с удовольствием их играем. Ну а по реакции зрителя, как принимают новую музыку? Часто мы замечаем, что люди, слушатели, знают наши новые песни, потому что даже прошло два года, и вот эта песня уже не новая, а старая. Третий альбом группы стал все-таки, наверное, наиболее популярным в силу того, что ребята использовали тогда вот это новое веяние, электронную музыку, и тогда был очень высокий интерес к ней. В будущем, в последующем, были ли какие-то эксперименты конъюнктурные, что ли, если можно так сказать, использование того, что модно именно сейчас? Вообще-то, мы сейчас планируем сделать все наоборот, мы планируем записать альбом, в котором будет только инструментальная музыка, не будет никакой электроники, возможно, даже барабанов. Потому что мелодия этих новых композиций, над которыми ребят сейчас работают, настолько сильно, и они уверены, что это будет отличной композицией, даже без всех этих модных эффектов. А если не будет вокала и барабанов, то будут что делать Майкл и Джейми? Всякие перкуссии, тамбурины, то есть он найдет, чем заняться. Мы очень любим в России, естественно, Абу, Ace of Base, Европу и так далее. В Швеции хоть кого-то из российских исполнителей, кроме Аллы Пугачевой, конечно же, знают, слушают. Абба считается первой визитной карточкой Швеции, Secret Service второй. Есть ли между ними дружба, какие-то контакты? Конечно, Абба – это просто группа мирового уровня, и, конечно, мы общаемся, пересекаемся часто. И, честно говоря, между Secret Service и Аббой, конечно, есть какое-то расстояние. И когда мы встречаемся, говорим, здравствуйте, Абба, можно пожать вам руку? Ну, может быть, нам стоит ожидать какого-то совместного турнета в следующий раз вместе с Аббой? Совершенно нет. Я бы мог это сделать, но я не думаю, что они согласятся. 30 лет, даже больше 30 лет, существование группы – это очень большой период. Какие воспоминания были самыми дорогими за эти годы? Я не могу сказать такого. У нас, конечно, много интересных воспоминаний каждый день, но, наверное, единственное, которое можно выделить – это тот концерт в Олимпийском 2006 году. В одном из интервью Ольф сказал, что за это время было столько всяческих разных историй, что не стоит об этом даже рассказывать. Почему? Это будет в его мемуарах. Как раз хотела спросить, будут ли мемуары. Следующая вопрос – будет ли мемуары? Конечно. Конечно. Да, там будет немножко, наверное, цензуры, но там будет хорошее счетливо. В этом году было, если я не ошибаюсь, более 50 выступлений по всему миру. И даже если брать Россию, то от Южно-Сахалинска и до самых до окраин. Но на самом деле ведь это достаточно сложно и утомительно. Да, и нет, но больше, конечно, нет, потому что мы привыкли уже к этому в нашей жизни. Викинги не устают. Викинги не устают. Нет, нет. Мы нравится летать на самолётах. Нам нравится летать на самолётах. Это современный корабль викингов. Во время российского турне, какие самые большие неудобства испытывали викинги в силу своего нордического характера? У нас всё-таки менталитет другой. Дороги. Плохие дороги. Понравилась ли вам русская кухня и что можно было бы выделить? Солянка. Борщ, солянка. Любой мотор рано или поздно изнашивается, а любой источник иссякает. Таковы законы природы. На сегодняшний день каковы планы долголетия? У нас большая страсть к музыке. Мы отличная команда. И до тех пор, пока мы получаем от этого удовольствие, пока это нравится, почему бы нам не продолжать? Вы все очень разные. И более того, вы уже состоявшиеся люди с состоявшимся характером, принципами. Как вы стали вот этой замечательной командой? Каким образом удается решать какие-то конфликты внутри группы? Старомодным способом. На самом деле, мы довольно дружная команда. И у нас не так уж и много каких-то разногласий. То есть мы уже знаем, кто как ведет себя в какой ситуации, где кого нужно подменить. И после каждого шоу у нас отличное настроение. И следующий день – это новый день. Кто все время навязывает свое мнение, а кому приходится неизбежно уступать? Всегда Майкл. Правда? Всегда Майкл уступает или наоборот? Навязывает, но я так шутил. То есть это очень сложный вопрос, потому что мы, как шведская демократия, мы все обсуждаем и все решаем вместе. Иногда, конечно, старомодным способом. Когда бывший солист и лидер группы «Секрет-сервис» решил уйти из коллектива, он лично выбрал себе замену. Им оказался Микаэль Эрландсон. Они имели совместный опыт работы. Тембр голоса, манера исполнения у артистов оказались схожими. С приходом Микаэля у группы не только остался стиль, но и появилось более современное звучание. Такой некий эпатажный, бодрый имидж Майкла на сцене не соответствует его засценическому имиджу. То есть в жизни он совсем другой человек. Где его настоящее лицо? Они оба реальны. А правда, что вы работаете инструктором в спортивном зале? Наверное, сегодня ни в одной стране «Секрет-сервис» так не любят и не ждут, как в России. Возможно, желая отдать дань поклонникам, группа в 2007 году начала работать над мюзиклом «Flash in the Night». Это драма, происходившая в Ленинграде в начале 80-х годов, рассказывающая о любви, ненависти, смерти, рождении, горе и счастье. Она включает в себя хиты группы. Мюзикл пишется сразу на трех языках – шведском, английском и русском. Когда мы наконец увидим мюзикл «Flash in the Night»? Это очень сложный вопрос, потому что очень много работы уже проделано. Много работы еще впереди, и у нас уже даже были какие-то конкретные предложения, которые отменялись, и частично задержка из-за отсутствия финансирования, потому что бесплатно работать очень тяжело. Но работа продолжается, требуется много ресурсов, поэтому все в будущем. А кто будет первым зрителем? Мы все время в преддверии Нового года слушаем естественную и известную композицию Аббы. Я попросила бы наших гостей пожелать что-то не просто жителям Самары, а зрителям, которые будут смотреть это интервью в преддверии наступления Нового года. С Новым годом! С Новым годом! Браво! С Новым годом! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok